На базе факультета гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы народов прошла 12-я межвузовская научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Современные проблемы международных отношений и мировой политики». Организатором мероприятия выступила кафедра теории и истории международных отношений факультета. Кафедра теории и истории международных отношений факультета гуманитарных и социальных наук традиционно уделяет большое внимание исследованиям по внешней политике зарубежных стран и регионов. И особое внимание мы уделяем внешнеполитическому процессу, в том числе роли мозговых центров, их влиянию на процесс принятия решений по внешней политике. Конференция была посвящена роли мозговых центров Евросоюза в процессе принятия решений в ЕС. Там ситуация более сложная, поскольку существует внешняя политика ЕС, это наднациональный уровень. И, соответственно, очень интересно посмотреть, как мозговые центры в странах-членах Евросоюза влияют на процесс принятия решений в Европейском Союзе. На конференции присутствовали как российские эксперты о международных отношениях, так и зарубежные коллеги из Латвии, Венгрии, Хорватии и других европейских стран. Основная цель мероприятия – изучение внешнеполитических процессов, происходящих на территории Евросоюза в настоящее время. Это интересный очень разговор по проблемам научного обеспечения, внешней политики Европейского Союза. Это очень близко касается, естественно, и России, потому что одно из направлений внешней политики Евросоюза – это партнерство с Россией. Сейчас возникли осложнения, к сожалению. Я думаю, что к обоюдному сожалению, тем не менее, надо будет искать какие-то варианты выхода из этой ситуации. Мы давно сотрудничаем с вашим университетом и очень рады этому сотрудничеству. У нас проходит обмен студентами, обмен преподавателями. И я действительно очень признательна организатором круглого стола и дискуссий. Очень довольна, что мне оказана такая честь участвовать в этой конференции. И я надеюсь на плодотворное сотрудничество в будущем, в дальнейшем, на расширение обмена наших студентов и профессоров. Телевидение РУДН. Новости.